Порядка двух десятков юношей и девушек, учеников и учениц учреждения образования Ленинского района Бреста чествовали в рамках специального мероприятия. Эти умники и умницы стали стипендиатами президентского фонда, а также победителями и лауреатами республиканских олимпиад и научно-практической конференции. Большинство представителей кузницы отличников района первой гимназии, но были и ребята из других учебных заведений. Нам есть с кем гордиться, потому что в этом году, если говорить о научно-практической конференции, команда Ленинского района состояла из 11 человек. И на заключительном этапе республиканской научно-практической конференции мы взяли 9 дипломов и один похвальный отзыв. Поэтому я считаю, что мы выстрелили очень результативно. Что касается заключительного этапа республиканской олимпиады, у нас в этом году 9 дипломов и один похвальный отзыв. Как правило, лидерами у нас, конечно же, является гимназия номер один. Но в этом году у нас благополучно, успешно выступила и средняя школа номер 9, 27-я школа. Поэтому нам есть с кого сегодня поздравлять. В церемонии приняли участие глава администрации Ленинского района Геннадий Борисюк, а также депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Леонид Брич. Парламентарий поблагодарил ребят и их педагогов за труд и пожелал успехов в будущем. Нам, Ленинскому району, городу Бресту, в нашей стране есть чем гордиться. Вот той сменой, которая сегодня стоит на этой сцене, которая сидит в этом зале. За это, конечно, большое спасибо вам, дорогие ребята, за ваш труд, что вы сегодня ту цель, которую ставили перед собой, вы ее достигли, то задание, которое переставили перед собой, вы выполнили. И, конечно, слова благодарности учителям и родителям. Сами виновники торжества признаются, такое внимание приятно и побеждать всегда в радость. Однако, подчеркивают, они просто любят то, чем занимаются. Грызть гранит науки им не в тягость, а в радость. Говорят, процесс это не только полезный, но и очень увлекательный. Еще, наверное, с детства я очень сильно увлекался компьютерами. Мой папа также занимается компьютерными технологиями. И, наверное, он мне привил любовь к информатике и к компьютерам. Ну, уже, наверное, с класса 6-го и на июне тоже помогала в развитии меня, как в IT-сфере, наверное, так и вообще всесторонне. Вот, ну, примерно там, да, с класса 6-го я очень увлекся информатикой и начал ей заниматься. Участвую в олимпиадах где-то с 3-го класса. Ну, получается, до 9-го класса только в районах участвовал. А в 9-м классе участвовал в области, но не прошел на республику. В прошлом году прошел на республику, ну и, собственно, в этом году третий диплом. Я участвую еще в олимпиаде по математике, но физика лучше получается и роднее. Слова благодарности и награды в этот день получали и педагоги. Именно под их чутким руководством раскрываются и развиваются таланты Бреста. Мне кажется, что самое важное, как дитя увидела у тебя не только наставника, а и сябра, и человека, который любит то, чем он занимается. И когда это дитя увидит, когда он увидит, что ты человек ширый, то мне кажется, что он будет заниматься этой справой так же. Анастасия Стропкова, Андрей Ищерба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.